В эфире Крик Кривнал Комментарии в студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня в программе. Опасный выезд. Лихач решил обогнать колонны, чуть не угодил в ад. Осознает ли свою ошибку? Без всякой защиты. Велосипедисты – самые уязвимые участники дорожного движения после пешеходов. Есть ли у них шансы в дорожных войнах? Пьяный стрелок. Житель Сосногорска устроил опасную пальбу с балкона. Оказались ли в прицеле люди? На трассе Сыктывка-Рухта, недалеко от станции Язель, благодаря реакции водителя удалось избежать лобового столкновения. На записи видеорегистратора видно, как из плотного потока встречных машин черный кроссовер пошел на обгон большегруза. Водитель вовремя заметил лихача, успел сбавить скорость и съехал на обочину. Еще одна аварийная ситуация едва не закончилась фатально в центре Воркуты. Ночью в одном из дворов байкер дал товарищу прокатиться на мотоцикле. Мужчина, пренебрегая мерами безопасности, без шлема сел за руль и поехал. Поворачивая направо, наехал на крыльцо подъезда. Сначала поднял на дыбы, а после опрокинул мотоцикл. Скорость была небольшой. Воркутинец сильно не пострадал. Запрещенная тонировка помогла полицейским выявить очередного нарушителя в Сыктывкаре. Автолюбитель сам привлек к себе внимание инспекторов, нанеся черную пленку на передние боковые стекла машины. Поведение водителя показалось сотрудникам ДПС странным. Тест на алкоголь в патрульной машине мужчина благополучно прошел, а вот ехать в наркологию наотрез отказался. Почему, догадался Антон Булаев. Наглухо тонированную иномарку инспекторы сразу обнаружили в потоке машин. При оформлении нарушения поведение водителя полицейским показалось по меньшей мере странным. Мужчине предложили протитест на алкоголь. Он охотно согласился. Удачно пройденный тест на алкоголь явно воодушевил водителя. Он сразу подписал протокол за чрезмерную тонировку. Все резко изменилось, лишь только инспектор предложил поехать в наркологию для сдачи анализа. Так, теперь смотрите. С вами мы направляемся на медицинское следствие. Домой надо ехать. Мы очень быстро следим, и вы потом поедете спокойно домой. Если не показал прибор. Медицинское следствие, это медицинское следствие. Я не поеду на медицинское, у меня прибор не показал. Прибор не показал, совсем не показал. Показал, но мало. Отпусти меня домой, но мне надо ехать. У меня работа такая. С решением инспектора водитель был категорически не согласен. Мужчина вдруг неожиданно вспомнил, что сильно торопится домой. Кроме того, по пути должен забрать ребенка из детского сада. Однако полицейские были непреклонны. Что будет в случае, если вы откажетесь от прохождения медицинского следствия? Откажетесь я. За отказ от прохождения медицинского следствия на состоянии опьянения у нас есть наказание. Рассматривается данная статья также судьей. Там также предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. Также предусмотрено лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет. Вам это понятно? Да, я откажу. В том числе, вы не сможете сейчас поехать на машине при отказе. Вы не сможете дальше продолжить движение. Водитель не ориентировался в окружающей обстановке. Под поведением у него вызывало довольно-таки опасение у инспекторов, что он может находиться в состоянии наркотического опьянения. Водителю было предложено, выдвинуто требование о необходимости проведения медицинского следствия в медицинском учреждении. Однако водитель, понимая, что, скорее всего, что-то все-таки запрещенное употреблял, наотрез отказался выполнять требования сотрудников полиции. Отказ пройти медицинское освидетельствование в наркологии должен лишить молодого отца водительского удостоверения. Минимум на полтора года. А это значит, подвергнуть неоправданному риску жизнь близких теперь ему вряд ли удастся. Дорожные происшествия с участием велосипедистов, к сожалению, не редкость. Виной всему пренебрежительное отношение владельцев двухколесного транспорта к правилам дорожного движения. С начала этого года в ДТП попали шесть велолюбителей. Как уберечь себя от травм, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет председатель МВД Виктория Морохина. В теплые солнечные дни на дорогах республики стало еще больше велосипедистов. Велолюбителям разных возрастов стоит помнить, что их двухколесный друг – это прежде всего транспортное средство. А значит, велосипедисту нужно не только знать технику безопасной езды, но и строго выполнять правила дорожного движения. Безопасная езда на велосипеде не может быть и без правильной выбранной экипировки. Шлем должен быть не только удобным, но и соответствовать стандартам безопасности. Перчатки и наколенники предназначены для защиты от ссадин и синяков, особенно юных велолюбителей. Не стоит забывать о правилах безопасности и взрослым велолюбителям. Если вы ездите по автомобильным дорогам при отсутствии специальных дорожек, стоит передвигаться по правому краю проезжей части или по обочине. Необходимо запомнить, что детям до 14 лет ездить на велосипеде по дорогам и улицам запрещено. Почти все это знают, но не все это правило выполняют. Кому не исполнилось 14 лет, можно ездить на велосипеде по специальным велосипедным дорожкам и закрытым для транспортных средств площадкам. Не стоит забывать о правилах безопасности и взрослым велолюбителям. Если вы ездите по автомобильным дорогам при отсутствии специальных дорожек, стоит передвигаться по правому краю проезжей части или по обочине. Нельзя забывать и о сигналах поворотов. Водитель двухколесной техники должен подавать их рукой перед началом движения, перестроением, поворотом и остановкой. Самое распространенное нарушение правил водителями велосипедов – это движение на велосипеде по пешеходному переходу. Этим грешат и взрослые, и юные велосипедисты. Порой это приводит к очень печальным последствиям. Поэтому при пересечении проезжей части дороги водитель велосипеда, подъехав к пешеходному переходу, обязан спешиться и катить велосипед рядом с собой. За нарушение данного правила предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Чтобы поездка на велосипеде была максимально безопасной, нужно быть внимательным. Велосипедист должен следить за происходящим на дороге и слышать все, что происходит вокруг. Разговоры по телефону в движении под запретом. Если нужно позвонить, то лучше остановиться и отойти в сторону, чтобы не мешать остальным участникам движения. Взрослым велолюбителям стоит помнить, что культура езды копируется детьми. Если лихачит и не соблюдает правила дорожного движения родитель, то его чадо будет поступать так же. При этом, если у взрослых людей более развиты реакции и понимание дорожной ситуации, то у юных велосипедистов еще нет таких навыков. Вот почему важно на своем примере показать ребенку, как правильно вести себя за рулем его первого транспортного средства. Защитите свое чадо от возможных травм или даже гибели. Арбитражный суд Коми аннулировал лицензию на продажу алкоголя в одном из Сыктывкарских кафе. В питейном заведении выявили грубые нарушения. Продавать спиртное теперь здесь нельзя. Ранее владельцев так называемой наливайки по заявлению Роспотребнадзора оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу контрафактного алкоголя. Наряду с пивом и портвейном в ночной забегаловке клиентам продавали чистящие спиртосодержащие средства по 150 рублей за пол-литра. Оно не предназначено для потребления внутрь. Стоит отметить, полуподвальное кафе по улице Коммунистической с самого открытия получило плохую репутацию. На протяжении полугода в полицию и другие надзорные инстанции поступали жалобы от жителей, до тех пор, пока зимой приставы не прикрыли лавочку. Ну невозможно уже. Крики, шум, драки каждую ночь. И самое ужасное, что молодежь спивается. И для них жестокая драка – это уже норма. Для них нет страха, что кого-то можно убить, просто не рассчитав силы. Самое страшное, что все к этому привыкли. Хозяева злополучного бара живут в Архангельской области. Бизнес зарегистрировали в Санкт-Петербурге. Они никак не реагировали на многочисленные сигналы, ссылаясь, что ничего о них не знают. В конце октября прошлого года Сытовкарская мэрия направила письмо в прокуратуру для рассмотрения вопроса о закрытии заведения. Назначили ряд проверок. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выявили в шумном подвале отсутствие у работников медицинских книжек и рабочей одежды, антисанитарию и отсутствие вентиляции. Продукты фасовались без цеха с горячей и холодной водой с угрозой массовых инфекционных заболеваний и отравлений. Проблемное кафе суд закрыл на три месяца. В рамках исполнительного производства судебные приставы при выходе на адрес осуществили опечатывание помещения, также входной группы. Помимо этого произвели опломбировку имущества в виде кассового аппарата и терминала, также на входные группы помещения, на холодильнике товара, оборудования. Сейчас двери заведения распечатаны, но лицензию на продажу алкоголя у них отозвали. Если владельцы не устранят нарушения, вероятная история злополучной наливайки будет окончательно закончена. Напился в гостях у друга, своровал у него нелегальное оружие с патронами, а затем устроил тир с балкона своей квартиры. В Сосногорский суд отправлено уголовное дело в отношении жителя 6 микрорайона, который за одно утро весьма усложнил себе жизнь. Сейчас ему вменяют пять преступных эпизодов. Как его хулиганство чуть не обернулось фатальными последствиями. Репортаж Евгения Стокоза. Ну, по крайней мере, я не слышала такого, чтобы было, конечно, потому что это для меня большой шок. Я очень переживаю, очень боюсь до сих пор. Жительница одного из домов 6 микрорайона Валентина до сих пор в ужасе от событий, которые случились с ней в конце марта. Попросила не показывать ее лицо. В 7 утра женщина, как обычно, собиралась на работу и включила телевизор. Вдруг на балконе услышала странный звук. Сначала я не поняла, потому что у меня второй этаж. Я думала, может быть, балуются дети или что-то. Через какое-то короткое время опять был сухой щелчок. И вышла, ничего не увидела. И потом третий раз уже щелчок со звоном разбитого стекла. Когда я вышла на балкон, я увидела дырочку в стекле. Конечно, очень испугалась, наклонилась. Там чуть не упала вообще с испугу. Понимая, что подверглась опасному нападению неизвестного стрелка, женщина благоразумно ушла с балкона и вызвала полицию. Оперативно-следственная группа тщательно осмотрела балкон и особенно пулевые отверстия. При детальном осмотре балкона были видны пулевые отверстия. То есть два стеклопакета были насквозь пробиты. И также было входное отверстие в деревянной панели. Установили трассеры с использованием красной нитки. Выставили. Одно отверстие совместили и второе отверстие. Благодаря трассировочной ленте было видно, откуда было произведено поражение. Это противоположный дом. Примерно с 7-й либо 8-й этаж. По пулевым отверстиям было видно, что два выстрела. То есть первоначально не было известно. Это огнестрельное оружие, либо пневматика. То есть извлекли пули и были визуально похожи на охотничьи спортивные патроны. Получили сведения об охотниках, кто проживает в противоположном доме. Начали производить поквартирный обход. Во время поквартирного обхода дознаватель Алена Завьялова наткнулась на лестничной площадке 7-го этажа на двух пьяных мужчин. Один из которых нес мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом. Несмотря на это, она смело ринулась их задерживать. Двое мужчин спускались с верхних этажей. Они, видать, хотели спрятать, скорее всего, орудие, чтобы не нашли, потому что дверь они не открывали. Дознаватель, находясь в подъезде, задержала данных мужчин. Силы были неравны, потому что это, во-первых, девушка. Во-вторых, двое пьяных мужчин, неадекватных. Неизвестно, что они могут сделать. Один из задержанных, 33-летний сосногорец, ранее уже имел проблемы с законом. На допросе он признался мелкокалиберную винтовку, причем кустарно переделанную, и почти две сотни патронов он похитил, будучи в гостях у собутыльника. Пригласил к себе домой еще одного приятеля и в алкогольном угаре решил устроить тир на балконе. Выстрелил три раза, благо, что ни в кого не попал. Этого хватило на статьи о хулиганстве и умышленной порче имущества, краже и хранении оружия. А с учетом того, что он угрожал расправой своему приятелю, ему вменили еще и угрозу убийством. За все это стрелку светит солидный срок за решеткой. До суда его поместили под домашний арест. На этом выпуск завершен. В студии был Эдуард Бушуев. Наша программа не только на страничке ВКонтакте, на сайте yurgan.rf. Теперь мы в прямом эфире еще и в видеохостинге Рутуб. Следующий обзор криминальных событий вы увидите в пятницу. Берегите себя и своих близких.